Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Жанна Фетисова. Сейчас я хочу вам показать, что нам прислали с сайта iHerb и кое-что расскажу, где, какие акции, что можно где-то выгодно купить. Цены довольно хорошие, выгодные, и поэтому я покажу, что я приобрела. Возможно, для вас это будет полезным. Поскольку сегодняшняя посылка с iHerb довольно минималистична, я заказала именно то, что закончилось, то, что действительно было нужно, поэтому я в отдельный ролик эту посылку не выделяю. Первое, что я хочу вам показать, это, конечно же, мои любимые витамины Солгар. Самые выгодные цены на iHerb для тех, кто не видел мои ролики по сравнению цен. Разница в 2-3 раза с аптечными ценами в Москве, по крайней мере, поэтому посмотрите, пожалуйста, я оставляю вам всегда вот здесь наверху, в верхнем правом углу ссылочку под перевернутым восклицательным знаком. Наведете мышкой, увидите. А также я дублирую всю для вас информацию вот здесь, в описании к видео, под самим видео вы видите окошко, оно немного приоткрытое. Для того, чтобы прочесть полный текст, нажмите на кнопочку «Еще». И там я всегда оставляю все описания. Вы очень часто задаете мне вопросы, что это, сколько это стоит, где это купить. Но на самом деле почти в каждом своем видео я напоминаю вам, что всю эту информацию по возможности, естественно, я всю эту информацию оставляю в инфобоксе, то есть в описании к этому видео. Вот здесь заглядывайте, пожалуйста. Если вы смотрели мое видео по уходу за ногтями, я лечу ногти, которые измучила, изуродовала просто шелаком. Я подробно вам рассказывала, почему так случилось, почему у меня ногти стали абсолютно ломкими, рассыпающимися, слоящимися. Единственное, что спасает вот эти вот витамины, потому что здесь есть легкоусваиваемый комплекс серы. У меня муж химик, так что он мне все объяснил, что мне нужно принимать. Они действительно работают. Я их пила в течение месяца, ногти сразу же восстановились, то есть они перестали слоиться. Почему так происходит, я рассказываю в этом своем видео, поэтому вот здесь оставляю ссылочку. Смотрите, пожалуйста, обязательно. Пьются они по 2-3 штучки в день, если вы действительно лечите свои ногти. Для поддержания волос и ногтей они пьются один раз в день. На их херп они стоят 600, по-моему, 20 рублей, вот такая вот упаковка. Здесь 60 таблеток, есть еще и в 2 раза больше упаковка. Они мне были уже очень остро нужны, я их заказывала, просто не было этой упаковки. Сейчас я закажу еще большую упаковку. Естественно, она еще выгоднее. 1020, ну как-то вот так рублей. И это совершеннейшее ничто по сравнению с расценками аптек московских, в которых это же самое средство в том же количестве стоит уже 2,5-3,5 тысячи рублей. Да, вот такая разница в ценах. Это Америка, ахерп американский сайт. Проблем никаких с доставкой нет, кто никогда ни разу не пользовался этим сайтом. Пожалуйста, посмотрите инструкцию, как им пользоваться. Я сняла отдельное видео. И также здесь же для вас оставлю и продублирую в описании ролика. Вы кликните, попадете на это видео. Теперь у меня есть 5 вот таких вот упаковок. Слава богу, теперь я буду принимать. Мои ногти будут более крепкими. Качественно здорово упаковывается, ничего не разбивается. Приложены пупорчатые бумаги, еще замотаны скотчем. Так что все доходит в целости сохранности. Кистей никогда не бывает много, друзья. Особенно если вы экспериментируете с макияжем, стараетесь делать его более активным, разнообразным, ярким и так далее. То, чем сейчас занимаюсь я, особенно в связи с тем, что я сейчас веду свой проект, использовать по максимуму. Также оставлю вам ссылочку на этот проект. Это несколько продуктов, которые я выбрала. Я хочу их использовать по максимуму. Подбираю сейчас варианты макияжей. Сейчас я выполнила макияж также этими средствами. Кому интересно, смотрите, пожалуйста, мои видео использовать по максимуму. Кисти от Эко Тулз я обожаю. Они мягкие, они легко моются. Они очень-очень бюджетные. Если вы думаете, что хорошие кисти должны стоить дорого, нет. Спешу вас уверить, Эко Тулз очень бюджетная марка. Почти все кисти из этого набора у меня уже есть, но мне нужен именно второй набор. Если они слишком перепачканы какими-то цветными тенями, я не могу пользоваться, не могу сделать из-за этого недо макияж. Я просто беру второй набор и пользуюсь им. Все ссылки, естественно, на покупки iHerb, на конкретную страницу, где продается данный товар, все цены вы можете посмотреть также в инфобоксе. Следующее, что я очень-очень хотела попробовать, и мне это нравится, я заказываю их в ресторанах, но это какие-то безумные совершенно цены. В ресторанах малюсенькое. Десерт маленький, просто с двумя ложками, буквально чайными, размоченными в кокосовом молоке или в обычном, или в сливках. Семян Чио стоит 350-400 рублей. Ну, по-моему, это перебор, когда можно делать самому вот такой вкуснятин. Вначале, когда эти семена сухие, они очень-очень мелкие, и они разбухают. Похожие свойства имеют семена льна. В 3-4 раза больше они становятся, и они ужасно вкусные. Они образуют, знаете, такую вкусную желеобразную массу с таким растительным, приятным, очень сладковатым привкусом. В этих семенах огромное количество протеина и омега-3. Это очень полезный десерт можно делать. Можно, кстати, их замачивать и потом просто добавлять, например, в кашу, в салатики. Ну, то есть вариантов использования может быть много. Здесь 340 грамм, и стоили они 300 с небольшим вот за такой пакет. Я считаю, это очень-очень хорошая цена. Вообще, на семена Чио довольно высокие расценки в магазинах. Шоколад с мятой, органический, натуральный, темный шоколад. Я решила попробовать. Это компания, которая делает именно органические продукты. И упаковка у них даже такая, вот видите, простая, очень органическая, натуральная, без всяких там добавок, без ламинации. А здесь 80 грамм. Стоимость его 100 с небольшим, насколько я помню. На них бывают очень часто какие-то акции. Если вы любите себя иногда побаловать чем-то полезным, вкусным, я очень советую вам попробовать вот такие. И вот я угощалась уже им, пробовала кусочек. Просто мне очень-очень понравилось, поэтому я приобрела. Возможно, положим в качестве десерта на праздничный стол. Ну, еще несколько небольших покупок. Смотрите, 99 рублей. Видите, логотип. Это Диво. Это небольшие такие вот магазины. Бижутерия там. Какие прелестные кисточки. Для того, чтобы они не были вот так немножко лохматые. Видите, темно-изумрудная. Я не знаю, как будет передавать камера цвет, но это темно-изумрудная. И цвета какао, ну, такой шоколада темного кисточка. Вот темно-изумрудная, она немножко лохматая. Если вы хотите привести вот такой вот бижутерий в порядок, в принципе, вы можете попшикать обычной прохладной водой, и они придут в норму. То есть, они станут такие послушные кисточки. Здесь сейчас какой-то просто бум на кисточке. Их все носят в качестве сережек и украшений. Если металл недрагоценный, я не могу носить, к сожалению, сережки. Не потому, что я стесняюсь, а просто потому, что у меня, к сожалению, реагирует, окисляется очень, потом болят ушки. Эта зеленая кисточка, она с золотым бубенчиком наверху. И у шоколадной кисточки серебристые основания. И можно комбинировать и носить по отдельности, как вы хотите. Есть вот с такими же кисточками еще и сережки. Оно, они в распродаже. Цена очень привлекательная. Поэтому, если вы хотите успеть что-то такое приобрести, магазины эти расположены в обычных, больших, довольно торговых центрах. Я оставлю вам адрес сайта. Возможно, в вашем городе эти магазины также представлены. Так что поспешите. Есть еще другие цвета, более яркие. Но, как вы знаете, я люблю такие вот более сдержанные оттенки. Так, ну и сейчас мужчины отвернулись. Или, я не знаю, наоборот, повернулись и обрадовались. Сейчас распродажа в магазине Милавица. Как вы знаете, это белье. На всю основную коллекцию скидка 50%. Я думаю, выгоднее цен больше не будет в этом году, по крайней мере. У них не часто бывают такие огромные скидки. Белье довольно хорошего качества. Очень приятные в носке. Я такое же белье у них приобретала ранее. Вопрос не в том, что я приобрела. Но мне нравятся вот такие шоколадные оттенки. Вы уже поняли. Тут вопрос в том, какая скидка. Вот смотрите. Это серия Люмия. Стоимость этого бюстгальтера была 1699. Я заплатила 799 рублей. Я считаю, что вот за такие кружева, стрейч с косточками, есть довольно широко охватывающая резинка вокруг. Очень-очень много различных вариаций. Есть открытые, есть легкие, есть закрытые, есть брау. Пушап, не пушап. Мне уже пушап просто некуда дальше. Конечно, у них есть, как у всех, в принципе, сейчас магазинов, система лояльности. Оставлю тоже информацию в инфобоксе об этом магазине. Не факт, что они продают онлайн, не знаю, честно говоря. Но думаю, что на сайте информацию о магазинах вы легко найдете. Покупками на сегодня я завершила. Хочу вам рассказать, что сегодня тоже по дороге со мной произошло. Любопытно, интересно. Это уже происходит не первый, честно говоря, раз. Ко мне очень часто подходят, обращаются люди с просьбой помочь им. Помочь именно материально. Не знаю, что наталкивает их на это, то ли мой вид, то ли то, что я всегда чуть-чуть слегка улыбаюсь. И обычно я поступаю так. Если я вижу, что человек, например, инвалид, ну, объективный инвалид, то есть не просто с палочкой делает вид, что хромает, а действительно человек, нуждающийся в помощи, возможно, он живет с родителями пожилыми, которые ему помочь не могут, он действительно бедно одет, видно, что он не слишком хорошо питается. Если он просит денег, то обычно я предлагаю пройти в какой-то ближайший магазин, ну, и просто приобрести набор продуктов для того, чтобы порадовать его, возможно, родителей. Ну, в общем, для меня это совершенно несложно. Если я очень сильно спешу, я просто прохожу в соседнюю палатку, ну, покупая ему, скажем, там, какой-то гамбургер и кофе, чтобы просто человеку было приятно, чтобы он согрелся хотя бы. Бывают ситуации, когда мы заходим, например, с этими людьми в магазин, и они начинают немножко неадекватно себя вести, но если человек инвалид, действительно у него есть какая-то проблема в развитии, например, он не в состоянии рефлексировать, то есть он не осознает, что он делает, и не размышляет особенно, у него практически полное отсутствие эмпатии, то есть он не ставит себя на место другого человека, то такого человека простить можно за его, в общем-то, там, неадекватность, когда он просит купить, ну, что-то там очень дорогое. Вежливо говорю, что, к сожалению, не могу себе сейчас позволить ему такой подарок сделать, но мне будет приятно купить вот это, вот это и вот это. Ну, и обычно никаких проблем не возникает, просто тихо соглашается, ну, и радостный потом идет кушать то, что приобретено. Бывают такие ситуации, когда люди подходят ко мне хорошо одетые, и при этом просят денег. Всегда есть сомнения, что человеку действительно нужны деньги на еду, да, и все они говорят, что на еду, или потеряли документы, или еще что-то. И когда я начинаю выяснять, ну, все-таки, знаете, ситуации бывают разные, кто-то подарил, может быть, ту же одежду, человек поэтому неплохо выглядит. Сегодня был такой вот вариант, когда ко мне подошла девушка, хорошо одетая, неплохо, я бы так сказала, пуховичок-то у нее, наверное, даже подороже, чем у меня будет, у нее неплохие очки, недешевые. Она подошла ко мне и сказала, вы не могли бы мне дать 100 рублей? И у меня естественный вопрос, я никогда не стесняюсь спрашивать, на что? Она сказала, на еду. Я говорю, кому? Ну, мало ли, может быть, хомячку, там, я не знаю, кошки, собачки. То есть мне кажется, что если не хватает денег, то лучше не заводить, да, животных, если у тебя не хватает денег для себя. И она говорит, для меня, я говорю, а что случилось? Почему вы не кушаете? В чем проблема? Она говорит, я лишилась работы. Я говорю, вы уволились с работы? Она говорит, нет, я лишилась работы. И мне, знаете, немножечко показалось, что есть у нее какие-то особенности в поведении. Ну, скажем так, то, что называют психиатры, не диагноза, а они называют это особенности характера. Мне так показалось, по крайней мере, потому что она слишком как-то нагло, уверенно себя вела, излишне, может быть, даже уверенно в данной ситуации. Она сказала, что давайте тогда пройдем с вами в магазин какой-то ближайший, и я приобрету для вас, ну, набор продуктов, чтобы вы могли покушать. И вы мне по дороге расскажете, почему вы до сих пор не работаете, как вы ищете работу, и, может быть, я вам что-то посоветую. Интересный ответ последовал. Она говорит, вы мне можете что-то купить? Очень хорошо. Давайте пойдем сейчас с вами в Азбуку Вкуса и все там купим. Я говорю, девушка, Азбука Вкуса – это довольно дорогой магазин. Я как-то не планировала заходить в Азбуку Вкуса. Я и себе-то там, в принципе, ну, практически ничего не покупаю, не считаю нужным тратить на продукты в два раза больше их реальной стоимости. И она говорит, да, а куда же вы хотите? Я говорю, ну, вот есть еще магазин, давайте доедем со мной пару остановок до любого магазина более бюджетного, и я приобрету там для вас необходимые продукты. И она говорит, а, ну, если вы не хотите в дорогом магазине мне сделать подарок, тогда не надо, спасибо. Зачем я буду вас беспокоить? Представляете? В этот момент я поняла, что либо человек сильно неадекватен, либо не знала, как отреагировать на мое вот такое предложение. И ее версия о том, что она хочет сильно кушать, и лишилась, как она говорит, работы, провалилась, и она уже дальше просто хотела, в общем-то, от меня каких-то денег, покупок, неважно чего. Человек, который реально голоден, он не будет спорить, в этот магазин пойти или в тот, он просто согласится. Лично я никогда денег не даю, только если это нужно для того, чтобы войти в метро. Я контролирую, чтобы человек приобрел действительно себе эту карту, насколько там ему нужно поездок, и вошел-таки в метро. Мне интересно ваше мнение, сталкивались ли вы с такими людьми, как вы ведете себя в данной ситуации. Пишите мне, пожалуйста, вниз под видео, в комментариях. Давайте поговорим на эту тему. Я надеюсь, это видео было для вас полезно, и, возможно, что-то вы для себя приобретете по более выгодным ценам, благодаря моим рекомендациям. Спасибо большое, что вы были со мной, я желаю вам удачи, и будьте благодарны за все, что имеете, обязательно и всегда. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok